Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Меня вообще конкуренция не пугает, поскольку я не первый раз участвую в избирательных кампаниях и уже привык ко всему и к тому, что и грязью поливают. После регистрации нужно пройти муниципальный фильтр, то есть собрать 280 подписей от депутатов. Тут проблем с поддержкой не будет, уверен Глесков. 352 мандата ЛДПР по краю в помощь. О губернаторских планах в случае избрания говорит так. Пойдет по Жириновской программе и выдумывать ничего не будет, разве что один объект на сопке откорректирует. Флагшток надо просто спилить и не позориться больше. Вот закончилась наша традиционная пробежка с Сергеем. 10 километров пробежались. А вот будущий кандидат от новых людей Денис Терехов готовится к гонке как будто буквально. Вот пробежка по Красноярской земле в компании священника отца Иоанна и общественника Сергея Волкова. На самом деле депутат давно пошел в спорт, но выглядит как желание угнаться за катящимся губернаторским креслом. Это будет славная охота, пишет будущий кандидат. На вопрос, будут ли проблемы с прохождением муниципального фильтра, отвечает. У меня есть два союзника, это обаяние и красноречие. Действительно, потому что наша партия молодая, и мы просто физически не могли обзавестись необходимым количеством собственных депутатов. Планирую такое, как интегрировать шоу по целому ряду регионов, для того, чтобы убедить депутатов за меня поставить голос. Но я не умею вот понарошку играть. Я думаю, что, я не хочу называть фамилии, но многие кандидаты здесь собираются просто с помощью телеграм-каналов как-то вот так на халяву попиариться. Еще один претендент на пост главы региона, депутат от партии «Справедливая Россия» Максим Маркерт. О своем участии говорит более чем скромно. В первую очередь это было решение партии. Я партийный человек. Боязни, страха нет, нет. Для меня это возможность заявить о себе и о партии прежде всего. Во время рабочего заседания к депутатам присоединился и нынешний в Рио главы Михаил Катюков. Как-то даже по-отечески подытожил. Да, гонка будет, но давайте играть по правилам. Впереди у нас единый день голосования. Я понимаю, что это для всех очень важное событие. Я очень рассчитываю и призываю, что мы будем действовать в рамках открытой, конкурентной, но честной, что без передергиваний, кампании. И к другим новостям политики края. Помните, в ЗАГС-собрании освобождалось место. Николай Креминский тогда ушел в отставку, а его кресло тут же занял Александр Ус. Дальше экс-губернатор стремительно отправился в Совет Федерации, а возвращать мандат ушедшему Креминскому не стали. Единороссы довыбрали другого, 77-летнего генерал-майора ФСБ Анатолия Самкова. Мандат был передан в порядке очередности в Манскую региональную группу. Анатолий Самков начинал карьеру в КГБ в 90-е, руководил Краевым управлением ФСБ, Налоговой полицией, Антинаркотическим комитетом. А с 2016 по 2021 годы уже был Краевым депутатом. И, наконец, свежие фото новости об Александре Усе. Экс-губернатор, чье кресло сейчас для кандидатов намазано медом, официально стал сенатором в третий раз. Об этом Ус пишет в своем телеграм-канале. Цитата. «Из собственного опыта знаю, Совет Федерации не зря называют палатой регионов. Красноярский край здесь теперь представляют два профессора, надеюсь, не подведем». Конец цитаты. Местные политканалы, конечно, подкалывают. Как же так? Сената в России нет, а сенаторы есть. Да еще какие? По описанию сайта council.gov.ru прямо в первой строчке значится «сенатором может стать гражданин России, обладающий безупречной репутацией». Формулировка требования, как и должность, более чем серьезная. На грани фантастики. Анастасия Цыганова, Алена Крашениникова, Андрей Ткачук. Новости Прима.